всякий раз когда захожу в дроздятню родную захожу в каком-то предвкушении в ожидании какого-нибудь чуда и случается никогда не знаешь чем она тебя удивит а место-то небольшой пятачок рядом с деревней и рекой только я подумал что ничего интересного уже не случится в конце июля что там осталось несколько дней и конечно прямо на следующий день природа преподнесла мне сюрприз который и является можно сказать инициатором вот этого выпуска выпуска наверное последнего летнего выпуска из деревни дневник натуралиста и практически это такое небольшое продолжение дневника натуралиста который вышел в начале августа и там были освещены события июля 26 июля еще 26 июля вечером уже после того как я записал дневник я поехал навестить еще одну сову про болотную и серую неясыть про болотную сову и серую неясыть я уже вам рассказывал подробно а я поехал навестить домового сыча который в кисе живет долго долго не хотел выходить я его звал звал как сказки золотой рыбки но наконец вылетел вылетел самец сел на крышу и начал кричать ну пока я звал домового сыча самое интересное что начала откликаться кошка или котенок мяукала так жалобно почти как котенок ну я думаю совпадение откликается и откликается и потом в конце концов кошка на голос сыча пришла прямо ко мне практически под динамик из которого издавался вот этот жалобный крик домового сыча и тоже и мяукала она не знаю может быть она котят потерял может быть чем-то похож тембр голоса домового сыча на котят хотя она пришла именно на динамик на динамик она самого сыча который пел на крыше фирмы она не реагировала саму кошку я заснять не успел но вот как наблюдение такое необычное чего угодно можно ожидать но не то что на голос сыча придет кошка но конечно не это не эта причина сегодняшней записи ловлю рыбу никого не трогаю тут бац рыбнадзор пришел смотрите что за взяткой пришел ну ты какой калибр такой не ешь конечно карася только что сточил ну ты крутой ну вот и ишь чё ты вот это ты не будешь нет карася только что ему скормил а то что к нему предназначается теперь не ест ну не будешь есть ну ешь котик чисто из уважения ко мне ну хорошо все а я забыл я поздоровался или нет всем привет друзья меня зовут василий вишневский это дневник натуралиста из деревьев денисова рязанской области пронского района вот теперь можно продолжать 27 июля 27 июля то есть на следующий день после записи предыдущего дневника я поехал проверить домики вот в дроздяте родной и заглядывая в один из домиков вижу там мох и он шевелится смотрю из мха выглядывает на меня пара глаз и не одна пара несколько оказалось домик заняли мышки не могу сказать точно какие наверное это малая лесная мышь и там было как минимум пять мышат мышат кто-то может из них взрослая не поймешь что она и взрослая там мышь понятно по названию не очень крупный такая вот наверно ну может быть и какой-то другой вид я вот не буду утверждать малую лесную мышь я неоднократно снимал взрослую в царицыне в москве и сейчас их кажется побольше стала раньше доминирующей была полевая мышь с черным ремешком на голый на 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 спине ну и рыжая полевка конечно а тут вот пожалуйста мышата в скворечнике я много про это читал очень мне хотелось чтобы я тоже смог вам показать и продемонстрировать наглядно и вот природа мне предоставила такой случай я конечно поснимал их сначала на смартфон понимаю что раз уж я их обнаружил скорее всего они в отличие от птенцов какой-нибудь птицы не убегут а то есть не останутся а сразу разбегутся и я не ошибся потому что я прежде чем пойти за камерой поставил gopro рядом и пошел за камерой а когда возвращался один мышонок услышав как я мои приближающиеся шаги наверное мышонок вылез из литка и убежал но там еще осталось четверо поэтому я ставил камеру на треноги рядом включал записи уходил и заснял как мышонок выглядывает из литка так что теперь эти кадры будут фигурировать всякий раз когда я буду говорить об альтернативных жителях скворечников хотя в принципе я про это рассказывал что вот домиком пользуются особенно в зимнее время далеко не только птицы для ночевки у меня кстати иногда спрашивают стоит ли домики чистить перед зимой и стоит ли их убирать чистить стоит насыпать на дно опилок чтобы было было куда складывать помет птицам которые ночуют потому что в отличие от гнездящихся птиц те которые ночуют они испражняются прямо на дно дупла на дно домика где они ночуют так так у них устроено может быть это и соответствующая дезинфекция и уничтожение всего того что находится ниже не знаю но я стараюсь и перед гнездовым сезоном тоже домик почистить от помета и засыпать свежих опилок что прям совсем хорошо было хотя естественно в природе птицы такого сервиса лишены и поэтому многие такие постоянные дуплогнездники сами чистят сами чистят домики это и синиц касается и скворцов ну и других и других и птиц и зверей которые вот любят использовать ниши как безопасное убежище и для себя на ночевку и для птенцов период их уведения кормления до того момента как они станут на крыло до заговорился я я хотел что напомнить что два выпуска вышло два репортажа таких осенних и осенне-зимних можно сказать по сути своей по моему называется кто в тереме живет или кто в домике живет а вторая часть кто в тереме жует ну или наоборот что что-то такое обязательно посмотрите интересное такое наблюдение где комбинируются дневные съемки и ночные с помощью фотоловушки чтобы понять кто использовал домики в качестве кладовой а мы возвращаемся к нашим мышам 4 или пять штук а ну я же записал пять штук по моему так пять мышей в домике да и потом уже поснимав немного где-то часа может побольше я уже оставил рядом с синичником это синичник потому что диаметр литка три с половиной сантиметра оставил рядом камеру gopro 8 в режиме видео ловушки чем хороша вот эта камера что ее можно так использовать и она очень стабильно в нем работает в отличие от более старших моделей как ни странно стабильно и адекватно и потом вот эта камера только под самый вечер когда уже стало совсем темно она запечатлела как выбрались мышата выбрались наружу ну и я так думаю возможно вот в этот же день они или в эту же ночь покинули свои уютные жилища из-за того что я его обнаружил ну по крайней мере вот спустя несколько дней это было 27 июля сегодня по моему 3 августа пусто там остался только мох и немного сот от предыдущих жильцов я его почистил оставил там опилки закрыл крышку плотно надеюсь коммунитет домик еще пригодится хотя лет ему уже много как и многим другим домиком в округе вы это знаете из последнего репортажа где подробно рассказывала наконец загнездить загнездившиеся зарянки вот целых два получается новых жителей у меня в этом году в моих домиках представляете сколько нужно было ждать сейчас двадцать четвертый год а тот домик по моему 2016 или 2018 где зарянка загнездилась но это тоже какой-то вот такого возраста примерно домик и вот мышки мышки меня порадовали спасибо спасибо товарищи грызуны я любым жителям рад тем более что тут промышляют серые неясыки у них свой домик гораздо просторнее но серые неясыки тоже кстати домик использовали два года подряд а потом перестали использовать хотя вот во второй год я даже их не беспокоил но тем не менее они поменяли где-то наверное дупл тут еще есть ниши которые они занимают том что совет это появляются значит все все у них чередом идет в тот же день 27 июля окрыленный таким открытием я поехал в соседнее село где там осталось дай бог 10 человек а то и меньше но летом побольше может быть живет село панкино раньше это было одно из самых крупных сел рязанской области или губернии наверное так правильнее сказать а сейчас вот вот людей там мало зарастают поля где раньше может быть даже и деревни были зарастают березками очень такое место предоставленное практически только диким животным ну и там рядом еще вот сеют поля но это не такая большая нагрузка приехали там сельхозтехника поработала а потом опять тишина и конечно благодаря этой тишине и может быть отсутствие прессинга охотников который был несколько десятков лет назад а сейчас он гораздо меньше здесь насколько я понимаю развелось много кабанов заходишь вот вот эту молодую березовую рощу и практически вся земля изрыта упавшие стволы березы ну и земля тоже вокруг все изрыта кабанами только непонятно как давно изрыта потому что дождей давненько не было и земля сухая и сверху и поглубже если чуть-чуть копнуть но выглядит так что что не вчера и не сегодня все таки вот тоже хорошо порыто а это помет я думал это желудь а это такой прям неужели этот помет лося или лося такой прям как желудь я смотрю 2 тут нет да он рассыпался следопыт нашел продолговатый помет лосей думаю что это желудь который откапывали вот здесь тоже как хорошо порыли заяц побежал какой большой только зашел в лес в рощу березовый и зайца спугнул ну русак наверно как два зайца испугался да вот еще в роще зайца встретил наверное это русак русак такой здоровенный я таких больших зайцев не видел потому что зайцев я в принципе вот именно поснимать видеть встречал да неоднократно уши там пробега промелькает хвост а так чтобы успеть снять конечно это тем более вот именно крупноплановые это очень редко единственный случай как раз был в калмыкии когда мы с ольгой натальской ехали возвращались поздно ночью проверяй проверяли фонарики как работают ультрафиолетовые на гнездах с яйцами и вот возвращались поздно ночью и вот тоже ольга молодец она заметила говорит заяц смотри заяц и я думаю ну заяц и заяц я даже из машины не подумал выходить она говорит подождите сейчас давай попробуем поснимать и вот она мне помогала и мы поснимали зайцев но там конечно зайцы были в 2-3 раза меньше чем этот который у меня выскочил от того что я пошумел немного в березовой роще ну я надеюсь до калмыкии еще дойдут руки я сделаю либо серию репортажей либо один обзорный большой фильм и потом еще когда я панкино проезжал там такая как раз речка наша суровка начинается и там брод через эту реку брод а это ведь неплохое место чтобы здесь поснимать вот особенно сейчас получается сюда заглядывает солнце как раз время 1533 брод такой симпатичный всякий раз когда я там проезжал вспугивал белых трясокузок и думаю о а почему бы мне пока жара пока мало луж не поснимать у брода из палатки купающихся и пьющих птиц и на следующий день я специально приехал 28 июля и поставил палатку где-то около полудня когда уже птицы точно захотят попить и искупаться но почему-то только вот белые трясокузка молодая причем одна все время приходила и даже не столько купалась сколько охотилась по берегу по окрестностям вот этого брода прямо на дороге а кроме нее вот за три часа и в палатке просидела может и побольше прилетел один раз щегол это его не успел снять вот те кадры которые вы видите это в другом месте сняты в другое время потому что я уж особенно в августе очень много снимаю обычно обычно как птицы купаются пьют и вот есть очень такой обстоятельный репортаж прошлогодней давности или уже двухлетней давности о том нужно ли птицам дополнительная вода летом и не только как они купаются зачем купаются обязательно друзья посмотрите если не видели ну а в этот раз вот только белая трясокузка ну и еще пили активно осы осы прилетали пили а где-то неподалеку от брода чем-то занимались белянки обычно считается что какие-то вот соли которые мне хватает они находят где-то на дороге на обочинах это прям целая группа сидела бабочек белянок давида я конечно не могу определить мы называем их просто бабочки белянки иногда капустницы но это такие народные названия я друзья вот именно в насекомых и пауках так только в рамках того едят их птицы или нет могу с вами поделиться информацией так что ну скажем так не очень богатая была съемка но тем не менее посидел в теньке по крайней мере рядом с бродом и не не жалею и потом потихонечку начала погода портится в хорошем смысле начались у нас дожди такие вроде бы не ураганы но иногда ливень прям конкретный конечно не сравнить с другими регионами слава богу где вот прям серьезные ливни и привели каким-то серьезным последствиям у нас это вот просто земля наконец получила долгожданную влагу все-таки она нужна потому что и наши в рязанской области пожары не исключены мы я прекрасно помню какие были серьезные пожаре пожары по моему в десятом году да и в прошлом даже по моему салочи горела так что дождь нужен не только для полива но и для какой-то дополнительные превентивные меры относительно пожароопасности причем вот погода начала портиться но все равно стояла достаточно жаркая погода то есть ливень пройдет и опять жарко где-то около 30 градусов и наконец вот кормушка которая так висела и сильно не пользовалась вниманием птиц наверное около месяца в саду кормушка арахисовая пылевые воробьи ее раскушали и начали активно потреблять и семечки в узге в кормушке в деревянной рядом и все что я засыпал в сетчатую кормушку это по моему кстати сетчатая кормушка из челябинска вот большое спасибо одну такую кормушку чуть поменьше у меня уже приватизировали в москве кто-то забрал куда-то может перевесил не знаю потому что я летом не успевал пополнять все время где-то мотался но одну хорошую добротную кормушку такую сетчатую я оставил себе в деревне и и вот летом в том числе заполняю птицы воробьи активно пользуются воробьи синицы и не скучно в результате в саду они начинают с первыми лучами солнца активно чирикать приходится ли просыпаться либо окно окно закрывать хотя иногда могу и под чириканье воробьев спать а кроме кстати воробьев кроме воробьев теперь сады наведываются уже второй волной можно сказать скворцы скворцы которые вот вишню уже поели давненько а тут начали груши спеть и они вот к соседям на грушу летают и там верещат характерно верещат скворцы ну и мне мне бы пока держалась жаркая недождливая погода съездить из рязани вот в тульскую область поснимать еще раз зимородка про которую уже я думаю вышел репортаж на канале посмотреть если не видели это вот спасибо михаилу веревченко за наводку за место я ехал ехал два часа ехал а там последний участок дороги минут 20 полевая грунтовая дорога я еду дождь 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 а подъезжая вот именно к этой дороге когда осталось совсем чуть-чуть два часа езды уже за спиной и прям ливень втащил думаю ну вот вася чё ты ждал-то я постоял постоял посмотрел понял что даже если дождь сейчас закончится дорога до вечера она будет не проездная даже на на дастере я поэтому развернулся и еще два часа поехал домой и думаю ну зачем я съездил а потом понял зачем по-другому видимо не получилось бы ехал уже от от береговой погореловки в сторону кисть вы на дальше дорогу уже идет в родное дерево денисова и смотрю на дороге какой-то странный птиц какая-то странная птица взлетела я даже подумал на мгновение что это удод когда не ждешь какого-то вида что угодно можете представить из того что уже делать чем то что есть на самом деле и когда птица села я вижу что это голубь фотографирую это обыкновенная горлица ну какая обыкновенная она вот сильно упала в численности в конце прошлого столетия по моему а то и раньше и вот теперь ее прям совсем мало мало несмотря на название обыкновенной горлица так что я ее из окна только пофотографировать успел из окна автомобиля она потом перелетела села на провода и там рядом клинтухи тоже а вот клинтухов много уже здесь пару десятков точно на проводах сидела все в кадр просто не поместились обыкновенную город сюда же фотографировать не успел на видео не успел снять только фотографии снял и потом еще приезжал специально и пшено там насыпал хлеб все яства но уже не было обыкновенной горлицы кстати я наблюдение сразу занес вай натуралист сразу посмотрел кто еще отмечал отмечала вот тоже знакомая моя в в рязанской области вай натуралисте но конечно кроме натуралиста есть другие наблюдения которые вот люди не за не не заносят туда в эту базу так что встречи естественно были и другие этой птицы но все равно она редко редко обыкновенной горлицы и красивая а между прочим гораздо проще оказывалось снимать большую горлицу вот теперь благодаря поездке в хабаровск дальний восток я могу вот так вам жонглировать различными видами птиц пожалуйста большая горлица и и я поснимал вполне вполне близко крупно но она вот не такая пугливая как обыкновенно возможно поэт да ну и поскольку не удалось поснимать тульского зимородка я подумал у нас все-таки своего выследить и для этой цели поехал на суровку на рыбалку сидел рыбачил то дождик пойдет то радуга выглянет и под самый вечер же под самый вечер смотрю бобр вышел я достал смартфон стал его снимать бобр нырнул и прям тут же мимо меня пролетел стрелой зимородок вот такой он неуловимый он вроде бы есть ну где он гнездится точнее где раньше он гнездился я знаю но сейчас там жилых нор нет в обрыве на той стороне суровки а где сейчас не знаю и вот они летают молодых птиц тоже ни разу не видел у зимородков такое ощущение что они где-то далеко живут а сюда иногда прилетают вот например вечером поохотится потому что днем я их редко встречаю хотя иногда на речке ну весь день вот тут дроздят не тут два шага до реки тут я и порыбачить могу и птиц понаблюдать поэтому вот такой это товарищ с точки зрения съемки он вроде бы есть а как снять непонятно совершенно непонятно ну и уж совсем в удовольствие перед отъездом практически из деревни я ездил на рыбалку соседние села киселу там прудик небольшой только захожу на рыбалку а вместе со мной сразу приходит рыжий кот тоже поохотиться ну как поохотиться не поохотиться а получить свою долю я первого карасика поймал он сразу так заурчал в ру ру я говорю ну наешь дал ему карасика он его уговорил потом водички попил и дальше я уже ротаны если попадались ротан головешка по-моему правильно называется благодаря натуралисту тоже это узнаю загружая туда фотографии их так с небольшим с небольшой брезгливостью все-таки тоже несколько ротанов штуки 3 4 5 этот рыжий кот уговорил удовлетворился и сказал ну вася уважил уважил и ушел я до самого вечера вот вчера до самого вечера только успевал закидывать доставал от этих карасиков с ладошку целое ведерко наловил уже все и ведре места нет и домой пора ехать и вот по этому случаю потому как я удачно вчера порыбачил как провел остаток июля и пару дней августа в деревне я всякий раз когда уезжаю с деревни у меня в голове примерно такая такое ностальгическое настроение и как раз я в машине слушал недавно золотой теленок илья ильф и евгений петров авторы этого замечательного произведения так же как 12 стульев там есть такая фраза или даже монолог главного героя остапа бендера который мне очень пришелся по душе вы ноги так сказать ноги наверное слышали молоко и сено сказал остап когда антилопа на рассвете покидала деревню что может быть лучше всегда думаешь это я еще успею еще много будет в моей жизни молока и сена а на самом деле никогда этого больше не будет так и знайте это была лучшая ночь вашей жизни мои бедные друзья а вы этого даже не заметили на такой лирической ноте я надеюсь молоко и сено еще будут все-таки несмотря на вот это кругом кругом на вождении закончил вот эту фразу и камера выключилась от перегрева так что видимо пора заканчивать спасибо друзья за вашу поддержку за ваше внимание с вами был василий вишневский дневник натуралиста из родных окрестностей деревни денисова дятел долбит что-то всем пока всем добра добра и о госпожа дождь царя приветствую тебя но нет мир с тобой